Добрый вечер, дорогие друзья и зрители нашего сегодняшнего Science Slam, Деваку! Итак, для тех, кто пришел сюда, возможно, случайно, и для тех, кто еще не бывал на слэме, я объясню небольшие правила. Итак, сегодня у нас будут соревноваться 6 счастливчиков, потому что не счастливчиков, а именно слэмеров, ученых, да и просто классных парней и девчонок, и будут представлять на ваш суд, на суд зрителей, свои научные работы. И насколько классно они представят, сможете оценить вы. И именно вы. Как мы это будем делать? Мы замерим, насколько классно они выступили, уровнем вашего шума. Итак, давайте, а, и так же, так же, для тех, кто подумал, что, ха, можно сюда прийти, просто посидеть, ничего не делать, послушать, нет. На самом деле у нас будет проведен конкурс вопросов. После того, как каждый слэмер выступит, из зрительного зала можно задать 3 вопроса, после которых сам слэмер выберет один, который понравился ему больше всего. И мы наградим того человека, который это сделал, а именно у нас есть классный, у нас целый стол для подарков, а это подарки отдаленного коня, а именно сертификаты на мультиподарок, хобби, заряд бодрости, и также сертификаты на магазин Чоп-Чоп и на Скалодро. В общем, подарки крутые, поэтому внимательно слушаем. Итак, сейчас я хочу представить наших конкурсантов, наших слэмеров. Итак, прошу на сцену Артура Нагамитяна, человека, который все узнал о спекулянта. Это, наверное, самый титрый на нашем вечере сегодня. Итак, следующий, Артем Пролок. Ученый, буддит. В общем, пистаниды уже нервно-дик заработали от его вопросов, и он только себя забудит. Итак, следующая, Ксения Ниженская. Она у нас составит конкуренцию Елене Лютучей в программе Ревизора. Итак, следующие у нас целых два конкурсанта, а именно Нарек Игнатов и Олег Рудзеев. Создание работы по бесплатной энергии. Да, вы не слышались, по бесплатной энергии. Итак, следующая, Екатерина Бушина. Автор программы по геолокации. Итак, и последний, в списке, но не последний, по значимости, Танил Фонов с об этой биопровизированием. Итак, вы уже, наверное, выбрали себе любимчиков. Уже подумали, за кого отдадите свой голос, но подождите еще рано. Итак, давайте, ну смотрите, они даже уже, смотря на вас, уже разволновались. Уже у кого-то дрожат ноги. Я думаю, стоит их поддержать. А именно поддержать вот эвакуументами. Ну стоп, 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 стоп. Наверное, просто так это лучше не делать, да? Давайте, у нас есть на нашем мероприятии замечательный шумометр, в котором мы будем измерять уровень вашей поддержки, уровень вашего голосования. И сейчас давайте замерим уровень вашей поддержки, вашей заряженности сейчас. Итак, давайте на счет. Три, два, слэм. Итак, три, два, слэм! Глаза у нас, в лучшем, в лучшем, в лучшем, в лучшем! Глаза у нас, в лучшем, в лучшем, в лучшем! Трибор зафиксировал девяностоосемницу. Так, 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 ладно, давайте натянем до сотки. До сотки натянем? Да! Давайте, давайте! Еще сильнее собрались! Даже те, кто на колёбке сидят на баре, тоже помогаем. Итак, три, два, сэм! 104 децибелия. Да, есть! Хорошо, тогда мы готовы. Итак, конкурсантов, прошу, в зал. А здесь Артур Наговитян. Я попрошу вас остаться. Итак, представляю первого нашего участника, Артур Наговитян. Экономическая работа о спекулянтах. И, в общем, он сам вам всё и расскажет. Итак, прошу. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Артур. Я аспирант финансов третьего года обучения. И сегодня я расскажу вам о том, каким образом финансисты избегают неверных решений. Есть такое выражение, что имею вихраню, отерявшую плачу. С детства мне было интересно. Почему мы считаем, что те оценки, которые в нашей голове есть, относительно каких-то объектов, людей, отношений, они верные? Они же постоянно меняются, ни с того, ни с сего. Вот сегодня утром вы хотели пойти снять кино, а вечером уже не хотите. Или какая-то вещь сначала вам очень нравилась, потом перестала нравиться. Вот как понять, как спрогнозировать, насколько быстро, в какой момент изменится оценка вашего, наша оценка, ответственно, чего-либо. Представьте, если вы бы умели это делать, тогда вы бы могли избегать неверных решений. Допустим, вы думаете о том, чтобы принять решение на основе ваших оценок, и вы думаете, вот если ваша оценка изменится в будущем, вы не можете его газировать. Вы можете отложить решение, не принимать пока. А если вы уверены в своей оценке, принимайте решение и вы будете победить. Итак, сейчас мы поиграем под такую игру. На картинке запрещена сумка. В сумке есть определенные вещи, мы не знаем что, но написан ценник здесь сейчас. Ваша задача, я прошу, чтобы каждый из вас внутри сейчас ответил на вопрос. За какую сумму вы готовы купить эту сумку? Прямо сейчас. В любом случае такая цена есть. За рубль, за два, за 900, неважно. Потом ответите на другой вопрос. А за какую сумму вы готовы отказаться от этой сумки? Представьте, что вы его выиграли. Вы опять же не знаете, что так, но вам нужно отказаться от него. Вот я сколько должен заплатить вам, чтобы вы отдали мне его обратно? Я поработал, опросил двух людей. Самого себя, вот я в круглезу. И моего соплеменника, Ашота. В общем, Ашот сказал, я куплю сумку до 900, продам до 1900. Я говорю, нет, я куплю до 400, продам до 1500. Что это означает? Посмотрим мою оценку. Я готов купить до 400, потому что я боюсь, что, а что если оценка, я боюсь переплатить, понимаете, да, когда предлагаю низкую цену. А когда мне нужно отказаться от сумки, я боюсь, что, а что если я дешево продам? Давайте-ка я подороже скажу. Чтобы вы поняли, насколько там, на самом деле, странно, подумайте вот о чем. Спасибо. Вот 100-рублевая купюра. Каждый из нас готов купить его за 100 и продать за 100. Ну, потому что мы уверены в оценке этой сотни. А в оценке сумки мы не уверены. Поэтому и вот эта большая разница возникает в том, что я не купил и продал. Я хочу, чтобы вы запомнили первую главную мысль за сегодняшний вечер, которую я хочу вам передать. Всегда задавайте эти два вопроса. Ответительно всего, что вы хотите оценить. Будь это какие-то отношения, люди, поездки, твизы, неважно, что бы это ни было. Если вы задаете этот вопрос, за сколько вы готовы это приобрести? И за сколько вы готовы от этого отказаться? И если они везти друг к другу, вспоминаете о сотне, значит, вы уверены в этой оценке, принимаете решение, все хорошо. Если же ваши оценки далеки друг от друга, это первый сигнал, чтобы быть осторожными. Значит, вы не уверены в этой оценке, поэтому лучше отложить решение. Это первый момент. Как вы видите, цена этой сумки не может быть меньше 900 и больше 1500. Почему? Да потому что если она опустится ниже 900, я начну... А что я должен его покупать? А что я должен покупать? Потому что я считаю, что сумку стоит купить за эту цену. Поэтому если цена опускается ниже 900, а что покупает его, и цена повышается в этот интервал? Если же цена повышается больше 1500, я начинаю продавать сумку, потому что я считаю, что она сколько не стоит, поэтому она опускается в интервал. Таким образом, есть интервал 900-1500, цена находится внутри него. Но текущая цена рыночная 1000 рублей, то есть она находится ближе к нижнему концу, чем к верхнему. Это означает, что сумка недооценена. Как это можно использовать на финансовом рынке, сейчас я вам расскажу. Представим, что у нас есть две компании. Компания чемпион, компания лузер. Компания чемпион находится в случае сумки, которая недооценена. То есть есть некие рамки верхняя, нижняя для ее цены, и она находится ближе к нижней цене. То есть она может опуститься всего на 100, а подняться на 500. Компания лузер наоборот, она может, она находится, ее цена находится текущая, ближе к верхней границе. Она может вырастить всего-то на 100, а упасть можно в 500, она плохая. Поэтому что мы делаем? Мы покупаем компанию чемпион, продаем компанию лузер. И в любом случае получаем прибыль. Как это происходит? Если день будет хороший, ясный, рынок растет, рынок растет в округе средняя цена компании. И я зарабатываю на чемпионе десяточку, теряю на лузере 1. 10 минус 1, 9. Все, я молодец, я заработал прибыль. Если же хмурый день, рынок в среднем упал, цены компании упали. Я теряю один на чемпионе, но я же продал плохую компанию. Я там зарабатываю плюс 10, снова плюс 9, снова я выигрыша. Я вот настолько всего рассказал, и уже пора сказать, самым данным перейти. Представьте, что есть некая вселенская война добра и зла. Вот добро — это те спекулянты, вот я один из них, которые пытаются сделать так, чтобы цена текущая на рынке, рыночная, приближалась к справедливой стоимости. Представьте, как было бы хорошо жить в мире, когда любая оценка ваша правильная, она справедливая. И тогда все ваши решения тоже бедные. Но есть армия других, плохих спекулянтов, которые, наоборот, стараются сделать так, чтобы оценка текущая, рыночная, как можно было дальше от справедливой оценки. Помните, была валюта и курс в России, валюты, рубль очень сильно упал, обесценился в 2014 году. Он стоил, опять, в 85 рублей за 1 доллар. И все начали бешено скупать доллары, боялись, что оно вообще поднимется аж до 200. А что потом произошло? Буквально через 3 дня, курс рубля упал до 65. И все пошли продавать свои доллары за 65. Вы купили за 85, продали за 65. Вы потеряли, все вы потеряли. Вот это как-то работа плохих спекулянтов. В моем классе, в каком-то смысле, в этом свете, в этой диссертации, я описываю методы, каким образом помочь хорошим спекулянтам приводить оценку справедливой. Как это происходит? У нас есть свой торговый алгоритм, робот, скажем так, который постоянно, в реальном времени проводит оценку в 200 активов, акции, облигации и так далее, и смотрит, где нет оценки, переоценка. И, делая питажные операции, приводит, так сказать, к справедливой стоимости. Но ни один робот, ни один, так сказать, комплимент, не поможет каждому из нас, если каждый не будет думать. Вот это покажу вам пример, как нужно думать в реальной жизни каждому из вас. Представьте, что кто-то предлагает вам купить полос-пылесос. Говорит, замечательный полос-пылесос, вам не знаю, создается микроволны, микробы, дебиотрясения, все умирают, вы покупаете. Что вам нужно сделать, каждому из вас? Ответьте на два вопроса. За какую сумму вы готовы купить, и за какую вы от него отказались? Смотрите, две дома хозяйки есть. Ну, первая я спрашиваю, ее уже уговорили, она говорит, готова купить за 300-900. И вторая тоже готова. Но тогда я спрашиваю, первый, хорошо, а за какую сумму вы отказались от этого полос-пылесоса, если вдруг у вас была такая возможность? Ну, вот, случайно, вам подарили, вы готовы его продать. Так как первый вам особо не нужен, допустим, у него там пол какой-то супер крутой и так далее, она говорит, 900, ладно. А вторая, для нее это очень важно, там, я, допустим, 9-й вар, микробы в очень юге, да, я готов продать за 300-900. Следующая, вторая мы говорим, покупайте, вы молодец, вам это нужно. А первая мы говорим, нет, вы подумайте, вы не уверены в цене. А теперь... Я прошу вас, чтобы каждый из вас, как они национировали свой мозг, задавайте два вопроса, технику финансистов. Куплю, продам. Если оцените близкие, принимайте решение, вы молодцы. Если же оцените близкие, ждите, пока они не передадутся, вы пока не уверены и не принимайте неверных решений. Все, спасибо большое. Понятно, что это все, спасибо. Итак, три вопроса из зала. Угадались вопросы по поводу работа Артура. Ага. А как можно спросить. Тань. Тань. Где, где, где? Так, хорошо. Следующий вопрос. Вот, 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 вот с левой стороны у нас вчера. Когда тебе пригодилось эти знания? Могом страшно. Когда тебе пригодились эти знания? Вчера вечером я заработал тысяч шестьсот рублей. Вчера я потерял юноста. Хорошо. Мои знания не помогают. Так, хорошо. И третий вопрос. Так, что... А, есть, есть, есть вопрос. А, прошу, представляйтесь, прежде чем задать вопрос, что вы не знали, если что, когда отправится приз. Надежда, относится ли ваш к кашу-то противостояния? Никак. На самом деле, нет, он не торгует. Он хочет пока оценит ум, что-то сами. Я его не улучшу, и он будет хороший. Итак, Артур, выбирайте, какой вопрос был лучше? Мне подавляет вопрос про... А, творочек взяли все уже. Итак, этому... Какой, кстати, зовут? Джонни. И Джонни получает сертификат на бесплатную стрижку в парикмахерской Чоу-Чоу. Молодцы, Алина. Итак... Все, успехов, большое. Спасибо. Итак, я хочу напомнить, что в архиве нашего мероприятия являются антикафе «Третье место», молодежная библиотека «ВУК» и ресторан «Зума». Вот, и в следующем, который я хочу познакомиться в целом. После камеры нет. Итак... Как вы думаете, какая самая большая религия в мире? Ислам. Христианство. Христианство? Ислам. Хорошо, ладно, посижу, патриоты. Так, а хорошо, а что противник христианства больше всего? Ислам. Хорошо, Ислам. Ну ладно, давайте проверим, насколько буддизм может соревноваться с наукой. Итак, прошу вас с Эмом, Артем Франов. У вас... отлично. У вас как-то много, на самом деле. Всем привет, меня зовут Артем, я религиовед. Знаете, когда моя крестная услышала об этом, она подарила мне новый крестик и сказала, что живут и не с этим. Можно презентацию, пожалуйста? Поднимите, пожалуйста, микрофон. Я остановила время. Бывают у нас технические неполадки. Итак. Я думаю, нужно поддержать Артема. Я думаю, что сейчас мы все-таки можем начать, и я познакомлю вас с вот этим самым Гудой. Для чего мы говорим вообще об этой теме? У человека существует множество точек зрения на любые интересующие его вопросы. Это может быть философская, научная, какая-нибудь конспирологическая точка зрения. Короче, от их различий может просто взорвать голову. Для того, чтобы у человека голова не взорвалась, он как-то пытается это все систематизировать. И создать так называемую теорию всего. И дело в том, что выступления, подобно моему, дают правильные инструменты для создания этой самой теории. Давайте же внесем буддизм в научную картину. Что есть буддизм в понимании среднестатистического человека? Со среднестатистическим человеком мы познакомились, а теперь познакомимся с положениями, которые он высказывает. Дзен неплохая штука. В Тибете обитает армия боевых монахов. И если ты достиг просветления в 20, не забудь остановиться в 27. Что же буддизм на самом деле? Сейчас я вам расскажу. Дело в том, что, как любая религиозная система, он обладает своей доктриной. Данная доктрина строится на четырех благодатных истинах. Первая из них гласит «все есть страдание». Поэтому вы смотрите на столь кривые слайды. Ладно, речь, конечно же, не об этом. Речь о Сансаре. И основным аспектом которого является духа. Духа в переводе «страдание». Дело в том, что если рассмотреть структуру, то мы увидим причинно-следственную цель. Из 12 звеньев, которые не допускают какого-либо внешнего вмешательства. То есть человек обречен в этой самой причинности и страдает из-за этого. Вторая благородная истина, как вы видите, говорит нам о том, что у страдания есть причина. Эта причина кроется в том, что человек слишком привязан к жизни. Это формирует его действия, которые в свою очередь формируют плагму. Третья благородная истина – это осуществование прекращения страдания, то есть согревания. Как мы выяснили, с рок-музыкой это никак не связано. Нимана, в целом, имеют у себя три характеристики. Во-первых, она безначально не находится за пределами Сан-Цары. Во-вторых, она никак не может мыслиться, как Бог или мировая душа. И в-третьих, она не является прекращением существования. Она просто его переводит в счастливый образ жизни, а не в страдательный. Четвертая благородная истина говорит нам о том, что существует путь к прекращению страдания. Этот путь очень сложный, как и весь буддизм в целом. Помимо этого, существуют и две принципиальные идеи. Это концепция Алакхавады, то есть принцип бессонностности или отрицания личности. И принцип мгновенности, то есть Шамикавады. Теперь, когда мы более-менее разобрались с буддизмом, предлагаю перейти к науке. Что мы можем сказать о современной картине мира? Ее предвосхитил один лишь человек. И этим человеком был, конечно же, Эльберт Эйнштейн. Под воздействием Планка и Бора, его теория относительности переносла в квантово-релятивистскую теорию, которая сейчас очень важна для науки. Она настолько популярна, что на ней говорят даже самые буддисты. И сейчас я предлагаю вам послушать, что об этом говорят буддисты. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Будучи буддистами 21 века, мы обязаны понимать, как буддистское учение о бессамостности соотносится с воззрениями квантовой физики. Как видите, буддистам очень важна наука, но об этом существует, о связи квантовой физики и буддизма существует очень много исследований. Поэтому я пошел другим путем и обратился к тому, что чаще всего в буддизме не освещается, а именно к эволюции. Что среднестатистический человек знает об эволюции? Давайте обратимся к диванному эксперту. После школы у него остается знание о том, что эволюция — это какой-то постепенный процесс развития, который превращает человека в обезьянку. И, как понимаете, в этом есть место деградации. Возможно, ваши коллеги просто эволюционируют, дайте им развиваться собственным путем. Для чего тут упомянута деградация, я скажу чуть позже. А пока постараемся определить, что общего еще между буддизмом и наукой. Дело в том, что ответ на этот вопрос очень простой. Общее между буддизмом и наукой — это атеизм. Точнее, будет сказать, не атеизм, а нон-теизм. И буддистам, и ученым неважно наличие Бога в системе мира. Если ученый, конечно, не атеист воинствующий. В чем принципиальные отличия? Принципиальные отличия в том, что для ученого важен субъект и объект, так называемая дихотомия. И первичность материи перед сознанием. А для буддиста материя в каком-то образе и есть сознание. То есть материя, отличная от сознания, не существует. Дело в том, что весь мир умещен в сознание, но сознание при этом само не материально. И тут встает самый главный вопрос для меня, как исследователя. Что в буддизме эволюционирует, если все не материально? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я обратился к искусству. Перед вами колесо сансары. Здесь вы можете наблюдать примерно следующее. Центральные силы сансары, то есть невежество, пресечение и жадность. Дальше мы видим черно-белое разделение, которое символизирует восхождение и упадок. Соответственно, положение эволюции о постепенном развитии или деградации. И шесть царств природы. Ну, они отличны от царств живой природы. Это предлагает наши будущие и прошлые перевоплощения. А рыб от колеса представляют сами стадии, проходимые на этих развитиях. То есть детство, юность и так далее. Для чего я показал вам это колесо? Оно под ничтою мое символизирует включенность человека в ритм природы. То есть все элементы взаимосвязаны. Человек при этом является существом с наиболее полным сознанием и какой-никакой свободой выбора. Поэтому он формирует карли и заставляет всех остальных страдать. Вы хотели что-то сказать? Хорошо, разберите. В общем, дело в том, что... Давай, 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 давай! В общем, дело в том, что... Мы можем прекратить поесть, значит. Так. Вернемся к этому. Человек тянет всех за собой, но при этом он является единственным существом, которое может выжить в нирване. То есть постепенность просветления. И тут начинается самое интересное. Если от человека зависит все, то это чертовски, мать его, допоминает РДГ. Человек-буддист. Это главный герой. Окружающий его мир — это его питомец, который получает опыт, исходя из опыта человека. И клеши, то есть элементы омрачения, с которыми борется человек, — это стражник. Давайте разберем картину. Если человек убивает стражника, он получает опыт. Соответственно, часть опыта передается его питомцам или внешнему миру. Это нужно для того, чтобы перейти на следующий уровень. И, соответственно, духовное расхождение человека — это ничто иное, как эволюция всего абсолютно мира. Таким образом, мы видим, что в буддизме эволюция применима, но она рассматривается не как разъявление, не как развитие какого-то отдельного вида, а как развитие абсолютно всего космоса. Что произойдет, если стражник убьет человека? Мы увидим табличку о воскрешении. Принимая ее, мы проявим ту самую привязанность жизни, о которой я говорил сначала. Потеряем этот, этот потеряет и наш питомец. И, соответственно, все станет откатиться на ступень назад. Все, время заканчивается, так что давай. Я заканчиваю, у меня два предложения осталось. Итак, предложение первое. Все откатится на ступень назад к этому программу. Соответственно, эволюция включает в себя регрессивный процесс, при этом не останавливаясь. И это слегка разрушает научную картину мира, но приводит нас к пониманию теории всего. И раз эволюция не завершается, то битва в данном процессе продолжается. А с места событий был репортаж Арчан Фролов. Всем спасибо. Спасибо большое за интересный вклад. Скажите, пожалуйста, а вот мой опыт, который у меня отказывается, и опыт моего друга Виктора, они каким-то образом связаны, влияет ли мой опыт, мой питомцы, на его опыт и так далее? Я понял, о чем речь. Дело в том, что тут очень странная позиция высказывается, потому что человек существует, в принципе, любой отдельно взятый человек, существует как сцепление тварн, как, знаешь, конструктор лего был в детстве. Вот примерно по такому принципу человек складывается из элементов каких-то стихий, назовем это так. И в целом человек, ты, отдельный человек, это семечка. Семечка в опыте мешка семечек. То есть это называется Татхагатагатха. Не хотел загружать сильными такими-то терминами, но все-таки. И, соответственно, ты, вываливаясь из этой семечки, существуешь отдельно. И твой вид как существует отдельно. И, соответственно, вы влияете на все окружающие формы жизни, которые не являются людьми. Вот что-то принципиально. И поэтому эволюция в буддизме должна рассматриваться только как духовное восхождение человека. Каждого, отдельно взятого. Так, еще-еще-еще вопросы. Здравствуйте. Работает. Меня зовут Артем Технокенский институт географии. Дожди, где ты? А, все, ближе. Тут просто очень сильно слепит. Привет. Там меня слышно впереди? Да, слышно, все просто. Всем здравствуйте. Вопрос такой. Правильно я понимаю, что только лишь человеку есть место в колесе сансары? И если... Ну, то есть, какой критерий? Повтори, пожалуйста, еще раз. Как попасть в колесе сансары? Никакой здесь не может. Ты неправильно понимаешь. Страдают абсолютно все. Но страдают они из-за человека. То есть, человек, проявляя свое... Так, ладно, фрезенацию уже убрали. В общем, три ключевые силы сансары, повторюсь, это невежество, жадность и пресещение. Проявляя их, они находятся в центре. И, скажем так, каждое другое колесо противоположно крутится по отношению к другому. То есть, начиная свое движение, они раскручивают все остальные кольца. И, соответственно, страдают все из-за того, что человек проявляет свою жадность, пресыщение и... Я, слово из головы вылезло. И невежество, конечно же. Да. Вопрос в другом. Как человек, в принципе, попал в это колесо сансары? Но об этом я сейчас не буду рассказывать, иначе это еще одно выступление вылезло. Извини. Спасибо. Спасибо. Да, такой был буддизм, и вот первый был человек в первом иду. Добрый день, Антон. Скажи, пожалуйста, такой вопрос. Я, Артем. Прошу прощения. Артем. А как научные знания буддизма и религии в общем могут помочь нам в жизни на практике? На практике это может... Сейчас я сформулирую один момент. В общем, просто проблема в том, что религия и наука чаще всего рассматриваются как две спорные позиции. И из-за того, что они спорят между собой, в принципе, теории и положения приводят к неверным выводам. Они должны работать вместе для того, чтобы мы видели более полную картину мира и более правильную картину мира. И если это правильно синтезировать, то, в принципе, мы можем получить результаты, которые сейчас вообще не коррелируются ни с одной из теорий. И, возможно, она будет правильной. И то есть главное, что мы получаем из религии, науки, философии, если они работают вместе, это истина, к чему человек стремится. И, соответственно, кроме истины, в практическом значении, боюсь, что мы ничего не получим. Возможно, я ошибаюсь, но это моя точка зрения, сам понимаешь. Спасибо. И выбирай лучший вопрос. Тобой мне больше всего понравился. Вообще, сложно сказать, потому что мне очень понравился вопрос Артура, но при этом было задано два вопроса из зала людей, которые пришли. И вопросы были действительно хорошие. И я, наверное, остановлюсь на последнем. Иди. Хорошо. И молодой человек, как зовут? Меня зовут Илья. Студент. Илья, студент, получает ТТН на скалодром. Итак, аплодисменты. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Арталов. Итак, я напоминаю, что сегодня также нашими партнерами мероприятия являются Аратовский круг Владивостока, мужской проект «Спарта» и галереи 3D-картин, которая, кстати, предоставила один из призывов для зрителей. Итак, сейчас я хочу пригласить на эту сцену представителей одного из наших очень классных партнеров, а именно представителей лаборатории «Витойной реальности» Мирошниченко, Павла Александровича и Гурко Тараса Алексеевича. Именно сейчас пройдет конкурс репостов. Поведутся итоги, результаты одного из наших конкурсов репостов. Итак, я думаю, вы можете рассказать немного о вашей виртуальной лаборатории. Здравствуйте, ребята. Мы доставляем лабораторию «Витойной реальности» с очками HTC Vive. Слышали это? Пробовал то-нибудь, может? А, Vive? Я слышал разработки, в общем-то. Мы первые в России такая лаборатория, то есть мы ищем стажеров, студентов, тех людей, кому интересна вообще виртуальная реальность. Попробовать, вы можете к нам прийти, поиграть, проэкспериментировать что-то. Набираем команды. У нас тут ребята своего фу вашего. Стажируются, сейчас пишут программы для виртуальной реальности. Пробуют себя в новых силах. Вы приходите к нам, пробуйте, экспериментируйте. Скажите, где можно найти нас на стоке? Светландская, 127А, между консервированным и авангардом. У нас почтовое помещение 200 квадратных метров. Можно громче говорить? Вот так. Еще громче. Еще громче. Светландская, 127А. Нет, у вас громче. Все правильно. Светландская, как что у вас? 127А. Это между авангардом и педаль завода. Светландская. И так, и так, и так, и так, ими за вашей спиной подвинусь в итоге. Абонисмента, абонисмента, друзья, это итоги. Абонисмента, которые были подвинили только что. И я попрошу людей, если бы есть в этом зале, выйдите сюда. На эту сцену. И они получают сертификаты от лаборатории виртуальной реальности на скидку, я так понимаю. Если это было просто делаем поигрывание, то не пот foьем для перебывания. Хорошо. И так, все, спасибо большое. Стримаем время Павел Александрович Маштыченко и Виртбок Раслексеевич. Здраво. Абонисмента. Я бы тоже так сделал. Мальтики-листу надо посмотреть. Абонисменты, я думаю, что я хочу набрать с shifts тувами. Абонисментами. В виртуальной реальности представлен приз, главный приз для слэнгера, который победит сегодня вечером, а именно сертификат на 80% скидку на обучение у них в виртуальной реальности. Итак, следующий человек, или даже следующая дама, которая будет на эту сцену. Итак, хочу пригласить сюда Ксению Ниженскую, с ней проектом «Экологические кондепли». В общем, она расскажет все от фермы до оригинги. Подумка, поддисменты, друзья! Добрый вечер! Меня зовут Ниженская Ксения, аспирант второго года обучения. И сфера моих профессиональных интересов – это индустрия питания. И 10 минут, которые у меня есть, начинаются прямо сейчас. Итак, в настоящее время очень развита индустрия питания, очень много предприятий общественного питания в Приморском крае. Это 1180 различных ресторанов, кафе, пит-стопов и так далее, которые зарабатывают на том, что предоставляют нам еду. Они кормят нас. И одним из основных средств, средств конкурентного преимущества для них – это предоставление качественных услуг, качественной продукции. Как они это достигают? Когда мы заказываем какой-то продукт, на что мы в первую очередь обращаем внимание? Во-первых, это привлекательный внешний вид. Во-вторых, это приятный запах и, конечно же, вкус. Если нам нравится блюдо или продукт, мы говорим о том, что оно качественное. Это блюдо качественное. Мы советуем своим друзьям это заведение. Говорим, что там вкусно. И, соответственно, мы думаем, что еда безопасная. Но не стоит путать эти понятия, что такое качество и что такое безопасность. Качество регулирует потребитель. Каким образом? Я уже немножко об этом сказала. То есть мы начинаем рекламировать то заведение, которое нам нравится. Там, где нам вкусно. Безопасность. Безопасность. Показатели безопасности рекламентирует государство. То есть это является уже обязательным требованием. И государство рекламентирует это путем введения различных нормативных документов, таких как санитарные правила для предприятия общественного питания, различные рекомендации, методические указания, которые предприятия должны соблюдать. Но как происходит на самом деле? То, что мы видим и то, что есть на самом деле, это немножко разные понятия. То есть то, что мы видим, когда нам подают блюда, и то, что можно так выразиться по другую сторону тарелки, если мы попадем в производственное помещение, где изготавливался тот или иной продукт. Но ученые со всего мира уже достаточно давно занимаются этой проблемой. Проблемой качества и безопасности. И в 2001 году в России пришла такая система, которая называется система HAST. В чем она заключается? Когда мы контролируем готовый продукт, это не HAST. Если мы контролируем продукт от самого начала, от самой первой точки производства, от закупки продукта и контролируем каждый процесс, каждый этап технологический, вот это уже HAST. То есть мы контролируем не готовый продукт, а всю цепочку технологического процесса. Но нам в этой системе начинает казаться, что значит продукты вырабатывают безопасными, раз контролируют каждый этап. Но как показывает практика, только 9% в Приморском крае предприятий, которые внедрили данную систему и которые действительно могут предоставлять нам безопасную продукцию. 17% предприятий до сих пор не знают, что такое система HAST. 25% купили так называемый пакет документов и считают, что у них есть HAST, и соответственно они вырабатывают безопасную продукцию. 47% надеются, что эту систему отменят и нет необходимости ее внедрять, как-то заворачиваться и работать с этой системой. Также данные представлены сотрудниками Роспотребнадзора за сентябрь 2016 года. Согласно отчету было проверено 33 предприятий общественного питания, среди которых составлено было 20 протоколов об административных нарушениях и составлено 33 административных дела, которые переданы в арбитражный суд для решения вопросов по приостановлению деятельности предприятий. Почему же так происходит? Система HAST пришла в 2001 году, но по факту ничего не соблюдается. Во-первых, неактуальные документы. В настоящее время предприятия работают по документам в 2001-2003 годах, где достаточно устарелые требования, которые на сегодняшний день очень сложно соблюдать. В плане того, что технологии не стоят на месте, предприятия уже не используют то, о чем говорится в этих документах. Соответственно, внедрение системы запруднено, безопасность опять под вопросом. Также отсутствие культуры производства. Предприятия, сотрудники не желают учиться и как-то совершенствовать свои технологические процессы. Опять, безопасность не соблюдается или стоит под вопросом. Бумажный завод. Что такое бумажный завод? Предприятия, которые считают, что действительно нужно внедрять эту систему, они начинают в ней зарываться, разрабатывать много документов, которые не внедряются в процесс, а используются чисто для накопления каких-то бумажных процедур, для того, чтобы показать их сотрудникам Роспотребнадзора, сказать, что у нас все хорошо, ребята, до свидания. И следующая проблема – это в том, что предприятия просто не понимают основные принципы данной системы. Они не знают, что такое валидация, что такое оптические точки, что такое аудит, как его проводить, и, соответственно, о безопасности опять не может быть и речи. Что в своем исследовании я предлагаю? Во-первых, это комбинация документов, то есть из того миллиона методических рекомендаций и указаний санитарных правил составить один общий документ, который будет актуальней, который применим в настоящих условиях современных технологий, которые сейчас послушают. Во-вторых, это обучение, так как это необходимая мера, чтобы люди знали, как это применять, как это использовать в своем процессе. И третье – это комплекс мероприятий. Помимо документов и знаний, необходимо это все эффективно и грамотно внедрять, грамотно использовать для того, чтобы система была не только на бумаге, но и в технологическом процессе. И чтобы мы могли все-таки кушать качественную и безопасную продукцию, и не путать, и самое главное – не подменять эти понятия. У меня все. Будьте здоровы. Женщик Аксинья. Аксинья, скажи, а тебя уже в ресторанах приличают так особым звонком? Так точно вы придете сегодня? Пока нет. Пока. А с Мишленой еще не звонили, нет? Ну, ладно. Итак, вопрос отзыва. В первом доме нового человека… А, девушка, девушка. Что делать с предприятием, которое, допустим, производство некоторых продуктов, связано с не совсем безопасным методом, а допустим, связанными с поражениями каких-нибудь использовательских коктейлей или насилия животных, допустим, когда готовят кулакра, они и насилия кожа эти преды ну-то, непонятно, якидо, если… Ну, все. На биологии это является абсолютно безопасным, но это единственный выход, чтобы дала возможность приготовить данные продукты. Что делать такие предприятия в данной ситуации? В данной ситуации предприятиям необходимо соблюдать технологии, которые позволяют вырабатывать безопасные продукты. Соблюдение технологии – это все. Угу. Хорошая. Так, и вон молодой человек в зеленом, в зеленом выборстве. Вопрос такой. Сейчас есть уже государственные стандарты, которые обязательно в исполнении, но добровольно в выборе. То есть их много. Просто я не понимаю немножко… Вопрос сейчас стоит в том, чтобы заставить… Уже есть, короче, документ, который один. Но как заставить людей реально его исполнять? Чтобы заставить людей исполнять, нужно создать такой документ, который они могут исполнять, а не один миллион документов, которые невозможно разобрать, систематизировать и вне-бил процесс. Так, и вон, девушка. Прекажите, вы предложили несколько методов помещения на вот этот вопрос. Какой из этих методов, именно, вы сами осуществили или реализовали в жизни? Спасибо за вопрос. Это три метода, которые работают в комплексе. Их нельзя отделить друг от друга и работать с каким-то одним методом. Все эти три мероприятия, которые я перечислила, они работают в комплексе. И в настоящий день, на момент уже разработана часть документации и часть мероприятий по внедрению системы. И происходит разработка программы обучения. Спасибо. Хорошо, аплодисменты. Итак, на то, что вы получили, у кого вы получили сам лучший? Молодой человек. Молодой человек в зеленой башке получает сертификат в галлинею 3D-картин и сертификат на скидку в автошколе. Аплодисменты. Итак, сейчас у нас мы подведем еще один конкурс урпостов, который мы проводили от наших партнеров магазина Тарик Майфис, Хай, Чоп-Чоп и батутного центра Джанпинг. Итак, внимание на экран. На самом деле, конкурс проводился вчера вечером. Ну, результаты проводились. Вот это. Итак, у нас два победителя. Победителя. Условия конкурса какие были? Правильный ответ на вопрос, правильный ответ на вопрос, который у нас был в группе, и репост. Поэтому мы проверяли оба эти условия. Был вопрос, что изобрел Энрико Ферми. И правильный ответ был ядерный реактор. Поэтому мы еще успели. Правильный ответ. Так, один участник. Правильный ответ на вопрос. Так, держи второй. Держи второй. Так, кто-то. О, он только сегодня, кажется, знает. Виды, которые сейчас имеют. Да, здесь. Итак, у нас дабы на себя. Так, прошу вернуть их имена на экран. Подборно, пожалуйста, если вы увидели себя, свое имя, свою аватарку. Роман и Елена получают сертификаты. Соответственно, Роман и Елена получают сертификаты. А, Елена Банет прыгает в жампунг. А, парень светлые. Все, прошу в зал. Спасибо большое. И... Сейчас, на сцене, я хотел бы пригласить двух... Одного или двух? Наверное, все-таки двух золотных энергичных парней, которые просто послали куда подальше второй законом термодинамики и создали такой ручный двигатель. Вперед, прыжу на сцену! Нарек, ну... Игнатор и Олег, и Максим! Привет всем! Привет! Меня зовут Нарек, и я хочу поблагодарить, что вы сегодня здесь. Поклопаем тебе! Тро! Достаньте все свои мобильники. Да! Нет, звук не надо выключать. Просто достаньте, включите дисплей. И посмотрите, правый верхний угол. Дисплей. А поднимите руку. Подними руку тот человек, который увидел пустую зарядку. Вижу. Сразу видно его один телефон. Представьте себе телефон... Так, так, так. Который никак... Точнее, чудо-кажет, который вообще никогда не разряжается. Это не выгодно. Неважно. Ну ладно, в этом все отдельно. Представьте себе автомобиль, который один раз купили, и больше никогда его не надо заправлять. Вот так один раз ты потратил денежку, пусть даже большую, но он сам себя все время питает. Ну, если что, то еще сломалось, может быть. Или вообще представьте себе будущее. Какой-нибудь мир, в котором никто, ни одна живая душа, никогда не платит за электричество. Вообще ни одной копейки. Классно, да, было бы? И меня этот вопрос на самом деле волнует уже несколько лет, и большинство, даже все мои исследования направлены, помимо учебы, направлены в этом векторе. Я много книг почитал на эту тему, много видео посмотрел. Недавно сам себе еще раз доказал, что не существует вечного двигателя на неудавшемся опыте. Точнее, удавшемся, скорее всего, с точки зрения физики. И все мои исследования привели к одному устройству очень интересному, которое мы разработали с моим другом, а по совместительству и с Олегом, который вам подробнее расскажет об этом изобретении. Как видно на картинке, у нас есть просто два барабана, которые будут крутиться. На этом барабане будут... А, находиться у нас магнитно получается. Мы берем, раскручиваем барабан. Вернем обратно. Мы раскручиваем барабан, в общем, тут у нас будет такой тип, называется мельница. Ну, короче, вам это будет не сильно понятно, который преобразует механическую энергию в электрическую. Она будет идти в восходительной энергии, подзагяжать, в общем, двигатель, который будет крутить магнит, который будет крутить наш барабан, и цикл будет повторяться. Когда у нас самотонный двигатель будет полностью загажать, мы будем полностью... Ну, часть энергии просто отводить куда-нибудь в конденсатор или в этот, как он там, аккумулятор. Ну, вы правильно, да? Хочу добавить, что верхний барабан крутится в обратную сторону нижнему барабану, относительно нижнему барабану, и производит тем самым еще столько же электрического, сколько производит нижнему барабану. Хотим отметить, что это не вечный двигатель, КПД меньше 100%. У вечного двигателя 100 или больше. Ну, хоть от такого не было. Идущий точно пошутил. Да. Да. А-а-а-а. Да, все. Следующий слайд. Это тип... Все, пятненько продвижимся. Да, это просто модель с разных сторон, что там сверху, снизу, там, фронтавка, не фронтавка. Собственно, принцип, думаю, ясен. Так вот, это и есть аналог, точнее, это альтернативный способ получения энергии. Таких аналогов сейчас очень много, и безусловным лидером является солнечная энергия. В чем разница солнечной энергии и этой энергии? Солнечная энергия... Давай рассказывай про войну. Я, да. Опять ты не по тексту. А, в общем, допустим, что у нас произошла ядерная война, и наступила ядерная зима. Так вот, солнечные батареи в условиях ядерной зимы неэффективны, потому что, ну, вы знаете, ядерная зима идет очень долго, и солнечные лучи минимально проникают на нашу земную порядок. И поэтому солнечные батареи не очень эффективны в данных условиях. Да, и в то время, пока месяц заряжается одна батарейка от солнечных батарей, от солнечных экранов во время ядерной зимы, это наш аппарат производит кучу энергии, которая может питать целую квартиру. Область применения, думаю, всем понятно, что очень широкая. Такую штуку можно минимализировать и поместить под игровой ноутбук, и он будет питать целый ноутбук электричеством. Было бы круто? Согласитесь? Да, айфон не загружает. Кто-то у кого-то смартфон неразграшенный был. О, нормально, представляешь, да, загреть свой айфон? Вообще было бы круто. Так вот, это в принципе, наверное, все, что хотели мы сегодня рассказать. С вами был правша и первокурсник, ой, второкурсник, Олег и его коллега Левша Нарек. Спасибо. А вот и все, друзья. Вы столько желающих задать вопрос. Ну, Нарек, выбирай. Вот девушка, у нее телефон разряжен. Тук-тук, все, все слышно. Можно спросить, вот получается, это же система, да, но я скис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Сейчас, так ли, очень плохо. Вот. А она неизолирована, то есть в любой неизолированной системе происходит потеря энергии. Да, мы знаем, мы знаем. Ну вот, но почему это вечный двигатель? Он же по сути. Мы так, мы сказали, что это не вечный двигатель. Так. Ну, то-то он не вечный. Ну, а почему тогда вы сказали, что ноутбуд может пытаться в себя? Изначально, давайте вернемся на пару слайдов назад, ну, допустим, изначально мы раскручиваем барабан, то есть мы ввели в систему механического движения, которое зарядило изначально нашу ветряную мельницу, от которой через провода в схему попало и ограничилась энергия, которая попала в этот мотор. А этот мотор, в свою очередь, начинает крутиться. И мы не рассказали, что на барабане монополярно кверху расположены магниты. То же самое и тут. А эти магниты, с одной стороны одно поле, с другой стороны другое. Это как механизм. Он начинает вот этот крутится, магнит, и барабаны оба крутятся. Но они крутятся в разные стороны. То есть, чтобы наутбук работал, нужно еще крутить, да? Нет, у тебя через некоторое время тебе будет подключать его, потому что их ездят, останавливаются. КПД же не 100%, поэтому тебе придется как-то движение приводить. Ну, какой-то столкнешься и все. А прототип у вас есть? Прототип пока собирается. Первый прототип был собран, но он был неудачный. Я говорю, я доказался на себе законной физики. А вот этот, он собирается сейчас? Сейчас собирается? Так, подождите, подождите. Один вопрос от одного человека. Все. Так, и вообще-то был вопрос даже не в зачет. Просто так взял человек и вылез. Хорошо, ладно. Кто-нибудь с конца зала? Полосатую, полосатую ковцу. Полосатую ковцу бросите сюда, да. Заказывает на рек. Михаил, инженер электрик. Какой все-таки КПД, какой будет использован привод механический, который вначале будет запускать? Просто рука? Левая, либо правая человеческая рука. А КПД? Вы считали? Ничего нет, не собран. Аппарат еще не собран. Надеюсь, 20% КПД вечный двигатель. Не вечный, я же говорю, это не вечный двигатель. Скажите, для не знающих пенологов или геоведов, что все-таки значит, что это КПД? КПД — это коэффициент полезного действия. В общем, это соотношение полезной работы к затраченной работе. Объяснил. Ой, полезной к полной вообще работе, да. Пам-пам. Итак, и последний вопрос, последний вопрос. Олег, выбирай. Давайте... Давай на чумочи посмотрим, кого выводят. Да быстрее, быстрее, быстрее! В очках, девушка. Если вы соберете, допустим, доказать эту машину, на сколько времени приблизительно ее хватит? Да, мы еще пока не собирали эту машину, и, в общем, мы пока еще не можем сказать, через сколько она остановится у нас. Здесь, в качестве, а нас не будут работать, допустим, час, а через час мы будем заказать вот такой руховой монтаж. Нет, система начнет сама себя заряжать. В неудачном случае замкнутая цель будет сама себя все время заряжать, и если подключить к ней еще что-нибудь, она просто остановится. Можно не зачерк? Нет, 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 к сожалению, у нас время прям поджимает. Итак, парни, выбирайте лучший вопрос. Смотри. Выбирай. А вот, знаешь, что, короче, вот, ученир электрика в СССР, на СКПД, там все полетают, каратаны. Я согласен. Ага, итак, Михаил, студент-электрик, прошу сюда получить ссортилика от коленного коня на мульти-заряд бодрости и билет в Арадовский Клуб Владивостока. А мы провожаем, парни, подборные аплодисменты. Продолжаем, продолжаем. А я пока объединю следующих наших партнеров, да, у нас их очень много, а именно паритбольный клуб Хазард, шестое чувство компании Ренни Квеста и Влад Рок Скаладрол. Итак, пришла парад пригласить на сцену еще одну нашу даму, а именно Екатерину Бушину, профессора Кострелочка. Так, Семен Бучков. Продолжение следует... Все, что можно сделать в полном экране, как вы получите? Правая кнопка, открыть водок. Подсказки с залом. Я работаю. Ну что, придется... Так, стрелочки попали совсем. С помощью? Да. Ага, выпросил. Да. Хорошо, следующий приз разыграют по подсказковым залом. Куда поручится подсказать, как включить эту презентацию, получит следующий приз. А там крутится же, вон вертится справа, вон болзунок прилетел. Почему вниз после... С голенки кричат F11. Мимо. Я думаю, стоит продолжить так, к сожалению, что-то у нас с аппаратурой. Там нельзя сделать полный экран в браузере. Скинуть на флешку на другой комп, тему, HDMI, и пошли. Мам, пойдите спросите. Да, давайте сделаем так. Будет проще. Всем добрый вечер. Своё исследование я хочу начать с такой общеизвестной фразой. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Итак, как объяснить всё с помощью стрелочки. Кто из вас сегодня был в центре города? Поднимите руку, пожалуйста. Отлично. Как вам вообще навигация в центре удобна? Там повороты, развороты, улицы, адреса везде написано? Да. Мне тоже это не нравится. Владивосток переполнен указателями. Это всё перенасыщено, человек теряется. Особенно это важно для водителей, когда ты едешь по дороге и такой, ой, где же мой поворот, где же мой поворот, и пропустил его. Вот чёрт. Да. Как облегчить восприятие информации человека? Человек по своей сути визуал. 10% информации воспринимается человеком на слух. 20% информации посредством чтения. 80% то, что человек видит и делает. Как облегчить процесс навигации? Естественно, с помощью различных носителей информации. Как я уже говорила, одно грамотное изображение заменяет зачастую 100 слов. Согласитесь, что когда вам что-то объясняют, проще увидеть самому и посмотреть, чем тебе будут говорить, говорить, говорить. В чём же эффективность? Здесь мы видим всем известные запрещающие знаки. В чём их эффективность? Они точны, наглядны и лаконичны. Представители всех национальностей, любого пола, любого возраста поймут эти знаки. Какие вообще бывают графические системы визуальной коммуникации? Это различные указатели, карты и таблички с указанием адресов и номерами домов. Здесь разработанная система представлена для города Сочи, для Олимпиады 2014. Здесь мы можем видеть также указатели. Все предельно просто и понятно. То есть музей туда, там улица туда, на лесу есть пиктограммы. То есть любой человек, иностранец поймёт это всё. И также такая система существует в городе Москва в различных парках и на вокзалах и в аэропортах. Основываясь на зарубежных и отечественных системах, мы разработали свою систему для города Владивостока. Она включает в себя указатели направлений на туристическом маршруте. Это указатель, на котором будут улицы со стрелками, также карты. И различные пиктограммы с указанием направлений, куда двигаться. Обычно указатели направлений с улицами. Стелы с указанием мест, ну, например, в центре города. Тогда что находится в центре города? Филармонии, кинотеатры и как туда пройти карты. Таблички и таблички адресной навигации с адресами и домами. Также был разработан макет автобусной остановки. Почему он красный? Красный это вообще стоп. Останок, где можно остановиться, место, где можно остановиться. Также она закрыта со всех сторон. То есть не будет холодно зимой. А еще красный сокрывает. Так что совсем не запястно. А зачем у него реклама Science Lab? Да! А зачем у него реклама Science Lab? Да! Спасибо большое всем за внимание. А у нас сегодня все понравилось. И я надеюсь, что в скором будущем мы сможем это вмедлить в наш город. Я считаю, что итак по стрелочкам. Молодой человек, ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Вы вначале упоминали о дорожных знаках. Все дорожные знаки идут по стандартам. Как вы собираетесь внедрять эту систему дорожных знаков? Нет. Дорожные знаки я не буду менять. Зачем менять дорожные знаки? Я разработала систему именно навигации по городу. То есть с указаниями адресов. Тогда это было лишним. Каждый человек сам решает, чем наполнить свое выступление. И следующий адрес. Екатерина. Екатерина. Ещё раз привет. Скажите, пожалуйста, у нас есть такая всеми любимая программа, как 2GIS. Вот сегодня я ехал в город, я ей пользовался. С послами буквально. Тогда зачем мне нужно всё это перечисленное, если есть такая программа? Может быть, не трите его более младшим, а старшим поколением, чтобы запользовались? Ну, у иностранцев, например, нет 2GIS, да? И когда, например, я приехала в этот город, я не знала, что есть 2GIS. Согласись, что гораздо проще, когда ты идёшь по улице, и ты видишь хотя бы адреса. В центре, не на всех домах даже есть адреса. Это печально. Спасибо. И вопрос для девушки в самом конце зала. Екатерина, кому вы решите задать вам вопрос? Вот, да, девушка. В пиджике. В пиджике, девушка в пиджике. Я тоже думаю, что лучше в пиджике. Так. Это пальто. Это пальто. Вы уже ничего не понимаете? Я не вижу. Всё и то, что нет навигации, да. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Вот мне заинтересовали эти знаки с картами. Я хотела бы спросить, вот карты, они вот как бы интеллективные? То есть там вот нажал, потыкать немножко, да? Дисклей будет откроется? Да, нет интеллективника. А, да. То есть не на печат? Нет. Нет интеллективника. Да, да. Хорошо, спасибо. И так, хорошо, Екатерина. Скажите, чей вопрос вам понравился больше всего? Ну, поставь вот этот молодой человек. Молодой человек. Владислав, если не ошибаюсь. Ошибаюсь. Ладно, хорошо. Прошу на сцену за вторым призом. За призом для длина от компании «Гориный пункт». И так, большое спасибо Екатерине за выступление, за галлигацию. Я думаю, все стоит поддержать аплодисментами. Сейчас. Сейчас. Я хочу спросить. Кто-нибудь занят читать комиксы? Поднимите руки, поднимите, поднимите. Хорошо. Кто-нибудь угадает, что это за комикс? Маус. Холлаут? Маус. Маус? Нет, Маус. Нет, не Маус. Хеллбой. Я уведу. Нарек, воспользовавшим случаем, мы смотрим, он говорит, что это Хеллбой. Лена, это Хеллбой. Семя разрушения. Насколько я знаю, там очень интересный антагонист. Ну, за ней, в общем. И так. Кому нужен комикс? Нет. Нет. Что такое? Что такое? Что за комиксы? Не обиделся. Садитесь обиделся. Не-не-не-не. Хотя, ладно. Вы идите. Выдите на сцену сюда. Так. Мне кто-то подсказывал, что, видать, парни на дне тренингом были. Хорошо. Итак. Как? Контрольный вопрос. Как звали... Зовут главного злодея в этом комиксе? Твой. Хорной почти. Так, кто первый? Принц какой-то там. Принц какой-то там почти. Принц какой-то там почти. Блин. Принц какой-то. Сейчас. Принц какой-то четыре года, да? Этот он даже изображал бы. Это прям... Хорошо, скажу. Этот злодей родом из России. Иван? Простите. Почти-почти. Что? Хорошо, ладно. Кто первый сказал? Известу... Итак. Еще раз. Смотри. Кто главный злодей в этой дне? Распутин. А почему? Потому что главный злодей. Да, конечно. И ты получаешь комикс. А вы успеете, друзья! А комикс нам предоставил наш партнер магазин комиксов убежищей 14. Итак. Что ж, сейчас на сцену я приглашу нашего последнего слэннера. Последнего легионера. Он уже рвется в бой, разминается. Между прочим, этот человек на 20% уже создал терминатора. Ну, почти. Итак. Я представляю... Разогнался. И это Данил Конов! Аплодисменты! Здравствуйте, ребят! Меня зовут Конов Данил. Я студент первого курса направления пиклотной механики. И тема моего исследования – бюджетный бионический процесс вертолепонечности. Я занимаюсь бионикой, если говорить лучше, то это как раз таки протезирование верхних конечностей. То есть, как вы понимаете, современные протезы – это уже не пиратские крюки или протезы, в которых тянешься веревочку, протез открывается и отпускаешь веревочку, протез закрывается. А это уже более современные протезы, которые могут понимать то, что их пользователь хочет сделать, расширять возможности человека даже в некоторых случаях. Это, например, вращение на 360 градусов кисти. И... Первый бионический протез был разработан 30 лет тому назад в СССР. Сейчас ситуация гораздо сложнее, потому что за последние 30 лет в этой области практически ничего не изменилось. У нас в мире существует вообще три вида протезов. Первое – это косметический протез, который не является активным. Второе – это тяговый протез, который является активным. И бионический протез. Как вы думаете, сколько процентов в мире занимают бионические протезы? Один. Десять. Пять соток. Три. Ноль. Половина. Одного. Есть 15. Суть в том, что 90% всех протезов в мире являются косметические. Один. А 10% из этого всего разделяют тяговые протезы и бионические. Из этого вытекает главная проблема современности в области протезирования верхней конечности. Ею является очень высокая цена. Статовая цена протеза с не очень хитрой комплектацией начинается в России с 500 тысяч рублей. И как вы можете заметить, это не очень передовой протез, который бы все хотели использовать. Весь функционал данного протеза заканчивается на том, что он может сжимать и разжимать, и вращать кисти. Как вы думаете, сколько стоит вот такой протез? Миллион печки. Пару лямочек. Цена такого протеза составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Или как однокомнатная квартира в поселке Леваде. Еще до образования команды, в которой я сейчас состою, мною была разработана первая концепция бюджетного биомического протеза. Состоял он из таких нехитрых приспособлений, как Arduino Uno, расширение и HELP, посредством которых мы подключаем его электрические датчики и путем снятия показаний из мышц приводим вот это в действие. Простой лески и 5 сервомоторов на каждый палец формы. Выглядел он вот так. Как вы думаете, сколько его цена в себестоимости вообще была? 200. 8. 1000 рублей. И этот протез, в принципе, не отличался от того, который я показывал вам за 500 рублей. Только у него работали все 5 пальцев. И он мог приводить в действие их, в принципе, все. Да, вот его цена. А сейчас я бы хотел вам рассказать о том, что мы уже разработали со своей командой и что мы хотим предложить в сфере протезирования верхних конечностей именно сейчас. Первое. Мы хотели бы отойти от миоэлектрических датчиков. Вот так выглядит миоэлектрический браслет. Он одевается на наше плечо и регистрирует показания с мышц. То есть, когда наши мышцы напряжены, он регистрирует, переводя на машинный язык, цифру 1. Когда наши мышцы находятся в пассивном состоянии, он регистрирует 0. И тем... И подобной андуке Морзе мы создаем определенную кодировку и переводим протез в действие. То есть, мы там набрали 1-1-1-0, он там показал вам большой палец. Или там 2-2-3-0, он показал вам факт. Ну и что-нибудь подобное. Система управления, она задается, как я говорил уже, то есть трипером. То есть, мы задаем порог, все, что выше этого порога, это число 1. Все, что ниже, это 0. Мы придумали совершенно новую концепцию, как нам понять то, что хочет сделать человек. Первое. Это... Мы придумали энцеполограф. И мы хотим снимать эти данные не с мышц посредством цифр 1-1-0, потому что это вообще не передовое устройство, а напрямую с мозга. И это будет надежнее и точнее во много раз. Следующее. Мы хотим заменить всю двигательную часть электроактивными полимерами. То есть, электроактивные полимеры, это что-то подобное резине. Мы подаем на них электрический ток, и они приводятся в действие. Следующее. Все любят ходить в душ, но человеку, у которого утрачена та или иная конечность, не всегда это хорошо очень получается. И вообще это делать неудобно. Потому что руки, это единственное, чем мы можем влиять на наш окружающую ходу. Первой нашей задачей стоит эта разработка полностью кераметичного корпуса и создание первого в мире водоустойчивого протеза. Следующее. Это создание батареи, которая могла бы работать несколько дней без подзарядки. То есть батарея на наночастице. Следующая наша идея, это разработка умной системы, которая могла бы реализовать все 22 степени свободы, как у нас клеящей руки. То есть, чтобы мы могли шевелить фалангами пальцы, вращать кистью, как оно есть в действительности. Следующее. Это поскольку большинство инвалидов ведут сидячий образ жизни, мы бы хотели реализовать беспроводную зарядку. Чтобы протез был всегда в боеготовности. Следующая немаловажная задача является разработка собственной платформы, чтобы мы могли влиять на место, занимаемое платформой в протезе, и получать те данные, которые нам нужны. И не останавливаясь на этом, мы выделили для себя несколько следующих задач, а именно это сотрудничество с университетом Столковой Тех для дальнейшего продвижения биопротезирования в России и в целом мире. Следующее. Сотрудничество с корпорацией нанотехнологий Роснана, которая уже заинтересовалась нашей разработкой в рамках конкурса «Битва нейроинженеров». Следующее. Это участие в конкурсной программе «Умник», в которой на прошлой неделе, в среду у нас был полуфинал, и мы уже прошли финал, и, возможно, 1 декабря мы выигрываем, и все-таки получим грант на 100 тысяч рублей. Следующее. Спасибо большое. Да, это стена, это смена. Спасибо. Следующее. Это участие в соревнованиях «Имэйдженка», где мы будем представлять свою технологию по обратной связи, чтобы человек мог все-таки чувствовать прикосновение протеза. Но она находится еще в разработке, это чуть проще. И самое последнее – это «Кибаклон». «Кибаклон» – это такие соревнования, подобно паралимпиаде, где люди с ограниченными возможностями посредством средств реабилитации, протезов, нейроинтерфейсов участвуют в каких-либо соревнованиях. Но нас больше не так привлекает спортивная часть, как идейная, потому что идея «Кибаклон» совпадает полностью нашей. И идея состоит в том, что мы хотим показать людям то, что инвалидность – это не предел. А современные технологии могут дать людям то, чтобы он смог достигнуть своих целей. То есть восстановить их утраченные возможности. То есть, например, руки, ноги и что-либо другое. И главной целью нашей команды является дать человеку технологии, чтобы он мог достигать своих целей. И это все. А, Кирилл, Кирилл, большое спасибо за такой классный проект. Я так понимаю, вся команда разработчиков… Это вся наша команда. Она состоит из золотого… Из таких людей, как Золотов Александр Сергеевич, специалист в области хирургии кисти. Виктемиров, Автур Роминиевич, врач, нейрохирург. Федюк Роман Сергеевич – это мой научный куратор. Шамрай Александров – специалист по нейросетям в нашей команде. Является Умиджон Михарзаев – это химик, который разрабатывает нашу батарею на частицах. Фон Атанил – это, соответственно, я. Я являюсь программным инженером и инженером конструктора. Юр Манах Александров – студент первого курса робототехники, схемотехник и программист. И два биофизика – это Безуленко Нитита и Ланских Даги. Ну, хорошо, хорошо. Итак, есть у кого вопросы? Итак, первый был Артём. Артём Холов. Раз, раз, раз. Атанил, подскажи, пожалуйста, сможет ли твой протез заряжаться с помощью изобретения Нарека и Олега? И сразу второй вопрос. Если сможет, то при воздействии механическим протезом не будет ли нарушаться при этом магнитная боли? Нам не понадобится изобретение Нарека и Олега, потому что у нас есть своё изобретение не хуже того, что хотят предложить Олег. Но в будущем-то в перспективе сотрудничество с передовыми проектами они тоже уже подняли заявку на Рослана, не так ли? По-братски. По-братски, по-братски, хорошо. Итак, следующий вопрос из зала. Вот, дверь, девушка тянет руку. Тогда вы как вас зовут? Я Полина. Я учусь на лечебном деле. Хотелось бы пожелать вам удачи в разработке такого ответственного, так сказать, дела и благородного. Мой вопрос заключается в дом. Можете, пожалуйста, рассказать в двух словах примерно, каким образом идёт прикрепление протеза к живой ткани, и каким образом она не отторгается, и нервы подсоединяются непосредственно так, чтобы мозг мог управлять протезом? Как вы, наверное, знаете, у вас в медцентре сейчас есть разработка такой технологии беспроводной цикологии. Знаете? Да. Вот мы будем использовать эту технологию. Примерно так же. Да, точно так же. Это одна часть нашего, в силу нашего проекта. Хорошо. А для дальнейшей части зала, которая не учится в медиа, не слышала про энцефалограф? Энцефалограф? Это такая штука, а, блин, смотри, не так, не ладно. Это, которая подобна вот электромеографическим датчикам. Почему мы выбрали вообще электромеоэнцефалограф и отказались от меографических датчиков? Потому что, я вам показал биографический браслет, все видели, как он выглядит. Вы представляете, как инвалиду носить полтора килограммовую штуку у себя постоянно на плече? И как он может заниматься при этом спортом? Или ходить в душ, когда он может сгореть? И когда он может отсоединиться в любой момент и показывать совершенно неточные показания? А энцефалограф, беспроводной, он будет снимать посредством сканирования мозга, беспроводным путем будет снимать показания с вашего мозга и передавать их на нашу систему угруления, которая будет заключена в ее полностью кераметичный корпус. Хорошо, спасибо. И вон цейт руку делать, которая сидит рядом с проходом. Данил, здравствуйте. Я бы хотела проинтересоваться, как вы считаете, как много времени займет реализация вашего проекта и будет ли он еще актуален? То есть не появятся ли более совершенные аналоги за меньшую сумму? Извините, потому что все-таки студенческие ресурсы намного менее активны, чем у людей, которые занимаются более профессионально. Вы думаете, что у вас есть возможность все-таки глядить? Да, я думаю, есть, потому что, к примеру, я вот приводил за миллион двести за квартиру в Ливаде и протез, почему тогда у них, начиная с 2007 года, технологии от вот этого крюка доросли вот до того, что я вам показывал. У них есть двадцать два хвата, которые были заранее предустановлены, и вы должны мышцами сыграть ту катировку на азбуке Морзе и показать, что должен сделать протез в системе управления. Почему же они этого не сделали? А почему, когда я делал обзор рынка, я не нашел ничего такого подобного, что я вам представил сейчас? Я не знаю почему, но я полностью верю в свою разработку и то, что она будет первой. Потому что в рамках конкурса «Битва нейроинженеров» у нас есть всего четыре месяца, чтобы разработать передовой протез. И, конечно, не все то реализовать, что я вам показал. Первое, что мы должны сделать – умную систему управления, беспроводной энцефалограф и управление электроактивными полимерами. Я полностью верю в свою нашу силу, и я думаю, что у вас все получится. Мы тоже посвелимся. Мы полностью верим, что вы сможете это сделать. А сейчас я хочу пригласить на сцену всех слэммеров, которые выступали сегодня. А это Артура Нагамитяна, Артема Пролова, Ксению Нижельскую, Нарека Игнатова, Олегу Рудзейнта и Екатерину Бышеву. Я еще три. Итак. Итак. Последняя девушка, которая заваливалась. Спасибо. Я попрошу девушку подойти сюда, на сцену. И всем слэммерам по цепочке передать последний сертификат в рамках благодарности за хороший вопрос и как за последний призовой вопрос этого вечера. Аплодисменты, друзья. А сейчас, сейчас, я думаю, стоит сделать парабанную дробь. И именно сейчас наступим час икс, когда нам стоит определить победителя сегодняшнего вечера. Итак. Первым у нас выступал Артур Нагамитян с экономической работой и обзором Аплодисмента, друзья. Аплодисменты. Аплодисменты. Которые... Которые вэродные... Может. Нам больше не погибли. Итак. Данные зарегистрировали наши волонтеры, наши жюри. Итак. Следующим выступал Артем Фиралев. Вы иду вперёд. Итак. На счёт три... Два... Сов�! Конч hour shit! Так, все результаты подсчитаны, итак, следующая Ксения Нижельская, хорошо, она выступала с проектом QS от стермы до вилки, итак, кто считает, что она была достающим слэвером сегодня вечером, итак, три, два, слэвер! Хорошо, спасибо, итак, следующими выступали Нарек Игнатов и Олег Водзевит со своим проектом бесплатной энергии, итак, кто считает, что они достойны главного приза сегодняшнего вечера, три, два, слэвер! Достойны, достойны, итак, прошу, итак, Екатерина Бышина с проектом «Как объяснить все с помощью стрелочек?» Итак, ваш выбор, три, два, слэвер! Так, хорошо, и последним выступал Данил Фонов с проектом биопротеза, итак, часыкс, последний, последний слэвер, итак, достойны он, три, два, слэвер! Итак, большое спасибо вам за сегодняшнее выступление, прошу вас присесть пока в зал, пока у нас будет вестись подсчет результатов. А теперь я бы хотел пригласить на эту сцену представителей наших партнеров, а именно Алина Примак, представителя медиа-лекториума, уникальной площадки, где проводятся тренинги, воркшопы, лекции! Аплодисменты, друзья! Алина Примак, Алина Примак бежит, бежит, вижу, к нам сюда, поддерживает, поддерживает аплодисментами! А привет! Прошу прощения, к сожалению, она немного не успела, у нее неотложные дела были. Я думаю, если она успеет к концу, то обязательно скажет своё слово для вас. Извините. Что ж, бывает тропки, причём ещё не увидевая система навигации, которую предлагала наша участница. Итак, ну что ж, тогда я приглашаю на сцену. Погода тихого. Данила Фонова. Итак, дело в том, что наш Сайенс Лэм в Уфу является партнёром, да не то что партнёром, он даже работает во главе с ассоциацией Сайенс Лэм в Владивосток, представители которой Кристина Фонзулаева и Ксения Милинчук сегодня с нами в зале. Я прошу вас к нам на сцену. Пожалуйста, я вам с новым. Ассоциация Сайенс Лэм Россия и мы представители во Владивостоке. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Я, во-первых, хочу... Я Ксения, это Кристина. Что ты думаешь по поводу произошёвшего Ксения? У меня дрожатка Ленки. У меня бьётся сердечко у кролика. Вот эта схватка, вот эта битва. Ребята, большие молодцы, большие молодцы те, кто пришли сегодня. Огромное вам спасибо, что вы интересуетесь с наукой. Что вам-то не просто интересно. Вы, по секундочку, тут хлопаете весь вечер. Вы молодцы. Да, давайте покажем, как мы хлопаем сегодня. Отдельное спасибо сегодняшним рок-звёздам. Я не перестану вас так называть. Наши слэмеры. Не шесть, семь человек. Невероятных звёзд. Огромное вам спасибо, что занимаетесь с наукой, что не просто ей занимаетесь, что вы рассказываете нам, простым людьмам, филологам, биологам. Спасибо вам большое. Без вас вообще бы ничего этого не было. Молодцы. Но это, конечно, ещё не всё. Потому что мы сегодня встречали людей, у которых ещё, может быть, даже пишут только дипломы. И очень здорово, что уже на этом этапе есть такие интересные и мощные работы. Вот, я смотрю, там уже потихонечку мстит фрезы, да? Как мне интересно. Вот, но я хочу сказать, что дальше будет больше. И если вы хотите новых мероприятий с новыми учёными, больше людей, больше впечатлений, больше событий, дальше продолжать эту научную историю, подписывайтесь. Science.Lam. Владивосток. Очень легко найти группу в ВКонтакте. Все умеют. Вот, подписывайтесь, и вы не пропустите новые события и новые выступления. Тех слеймеров, которые вам уже полюбились. Но у меня штрафы был пункт на вас. Очень скоро. У вас кое-что будет, поэтому, да, подписывайтесь. И, если вдруг вы хотите не только прийти и похлопать в ладоши, а если вы вдруг хотите ещё и поучаствовать в качестве слеймера, или вы вдруг срочно хотите в команду, то там есть специальные кнопки для этого. Отправить анкеты, написать сообщение. Нас можно далеко найти, поэтому выходите на связь. Вдруг любые вопросы у нас, ну, как бы хобби. Варнук, Крикенрол и вопросы, пожалуйста. Задавайте, обращайтесь, мы будем очень рады. Собственно, кульминация. Но меня волнует главный вопрос, пожалуйста. Я сама ещё не знаю, кто там. Кто главный, молодец, кто же, кто же, кто же. Кто же, кто же. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай. Нет, нет, нет. Что же спаешь? Что же спаешь? Итак. Награждается дипломом. Победитель. Так, стоп, стоп, стоп. Это? Это победитель. Сейчас, стоп, стоп, стоп. Нет, я отпожду на током. Отпожду на током. Что же ты делаешь? Так. Давай, что? Молодец, человек. Нет, мне кажется, в гроб решил меня свести этот человек. Сначала мы награждаем участников, конечно же. Начинаем в обратный отчёт. Диплом, которым награждаем участника Science Slam в ДВФУ. Достается Артёму Фролову. И главное, как в него попасть. Вы получаете приз от Science Slam. Никто не знает, что в этих конвертах. Прямо Science Slam. Следующим дипломом участника Science Slam в ДВФУ награждается специалист по вкусному и полезному питанию. Ксении Мишельская. Спасибо. Ксения. И, конечно же, приз отчётки Ксении. Мы не раскрываем, что в конвертах. Конечно же. Следующий человек, который получит возможность открыть конверт, а также диплом участника Science Slam в ДВФУ. Это человек, который сможет верно оценить содержимое конверта. Артур Нагипетян. Спасибо за субтитры. Все хотят поблагодарить человека, который проанализировал спекулянтов на рынке. Ну, мне кажется, тут два диплома, как всё из-за тебя говорят. Именно, как остаются, два неразлучных участника Science Slam в ДВФУ. Люди, которые нам сегодня продемонстрировали настоящую коллаборацию. Олег, Рудзей и Нарек Игнатов. Спасибо. А еще на этих проектах нужно два раза больше призов, да? Очень хитрая схема. Мы с Рудзей посвящались. Сенатной энергией, но очень хорошо всё из-за тебя. Медиа Викторио. Перец победитель. Так. И диплом предпоследний, то есть мы уже можем понять, да, кто у нас. У нас остается два человека. И диплом участника достается у нас. Человеку, который... Можно сделать красиво. Да, который очень хорошо понимает всё в красоте. Это Екатерина Брушина. А в процессе, Екатерина Брушина получает мнение. Потрясающе. Все предоставлены... Хорошо. Задержитесь немного для наших операций. Да. Это будет. Будет очень приятно. Вина такая, я передаю правую. Потрясающе. Хорошо. Это Алина Белимар. Представитель Медиа Викторио. Потрясающе. 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 И остальные участники, победители, они получат на 5 посещений. Я представляю Медиа Викторию. Возможно, некоторые знакомы уже с этим. Это уникальная площадка, которая дает возможность развиваться. Мы совсем недавно существуем в городе Владивостоке. Мы приглашаем различных спикеров, которые проводят различные тренинги, мероприятия по улучшению бизнеса, маркетинга, креативности. То есть абсолютно разные интересные идеи. И люди-лекторы делятся своим опытом. Мы такие подарочки вам приготовили. И я буду рада очень включить вам. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо всем участникам, потому что лично мое мнение, что это очень важная ситуация и развитие – это то, что движет Алья из-за дня в день. Спасибо. Итак, аплодисменты Алины. Итак, прошу. Настал. Настал. Дождались. Дождались. И наконец-то дождались победителя сегодняшнего вечера. Человека, который получит больные перчатки. Сальсман Дуфу. Вот они, вот они. И можно вывести под аплодисменты. Вы за что не догадаетесь, что это. Данил, будьте, пожалуйста, к нам. Данил Хлонов. Аплодисменты. Алина Фрик. Семенькая лучшая. Данил Хлонов. Лучший с нами в году «Алина Фрэйк» по разработке биопротеза. Давай я подержу. Ты можешь прямо сейчас. Продолжаем. Продолжаем аплодисменты, ребята. Данил, товарищи, да. Человек с биопротезом. Можем заниматься боксом? Да. Да, может. Отлично. Я вам обещаю. Я вам обещаю. А про него сдуйте сейчас. Боевой грибничный победитель сегодняшнего Слэма. Ну что ж, дорогие друзья, наш вечер подошел к концу. Всю информацию можно найти и также подошли в группе Сайт Слэма. А мы поздравляем еще раз Данила Фонова. И вот эта голодательность в кафе, в этот старт, который уютно предоставил нам это место для проведения сегодняшнего объятия. Все, большое спасибо. До новых встреч, друзья. Аплодисменты.